во имя отца и сына и святого духа аминь книга открытым оком разбор выступлений патриарха алексея второго вопрос 2558 каковы внутренние проблемы и угрозы которые стоят сегодня перед русской православной церковью какие тенденции во внутри церковной жизни наиболее тревожны отвечает патриарх алексей второй в недавнем президентском послании федеральному собранию очень хорошо сказано о задаче сохранения страны о том что на протяжении всей истории россии ее граждане совершали и совершают подвиг ради ее целостности мира стабильной жизни действительно не нами собрано не нам и расточать точно так же и в церкви чрезвычайно важно сохранить единство если мы будем едины мы успешно преодолеем все самые сложные времена а если допустим расколы то последствия будут тяжелы и неисчислимы посмотрите ведь церковь для многих сотен тысяч соотечественников оказавшихся за пределами россии это единственное что укрепляет их связь с родиной любой человек поживший за рубежом скажет уберите церковь и школу и диаспора теряет связь со своей родиной для нас очень важно сейчас укрепить и сохранить единство нашей церкви поэтому мы так остро реагируем на любые попытки этого единства ослабить и неважно откуда они идут изне или изнутри другая проблема связана с тем что в наших храмах появилось много священников без достаточной подготовки и опыта понятно почему так произошло открывалось множество храмов церкви к служению ней потянулись люди из разных сфер жизни и деятельности их порыв понятен и благороден но образовательный нравственный уровень духовенства не всегда при этом достаточно высок наша задача научить этих священников прежде всего любить свою паству и конечно дать им знания умения и наконец острейшая проблема для нас дети и молодежь только что опубликованы данные о том что российские дети молодые люди тратят на наркотики алкоголь не один миллиард долларов ежегодно можно представить себе какой урон детскому здоровью все это наносит насколько серьезно угроза для будущего страны а происходит так в том числе и потому что подросткам не хватает осмысленности жизни нужно обеспечить условия для их нормального духовного развития иначе не у церкви не будет паства не у государства достойных граждан сохранение и укрепление россии как самостоятельной страны это общая задача церкви и государства а для этого необходимы и наши объединенные усилия дорбе с бедностью воспитание здорового духовно развитого поколения в осуществлении социальных и образовательных программ тогда будет крепче страна достойная жизнь народа конец цитаты отвечает игнатий лапкин перечитайте выделены жирным слова и перед вами какой образ станет не дядя ли в кожаной тужурки за трибуны серпом и молотом при таком понимании беды в стране держаться за куколь стоит ли если открылись глаза патриарх а то он должен быть пасть на колени из-за этой трибуны и так на коленях лбом в землю и выползти из зала рыдая перед богом иеговой его святое слово держа под мышкой патриарх не говорит ни слова о боге а водительстве духом святым ему лишь бы создать достойные условия блудникам они перестанут колоться пить и будут блаженными и просветленными наиболее тревожно то что пастыри невозрожденные пастыри злы и распяли христа и слова его отбросили за ограду что еще может быть тревожнее почти любая сикстанская старушонка знает библию лучше многих попов папы библию бояться чтобы кто ее не взял в руки этого мы свидетели ежедневно самая тревожная тенденция в церкви та что попы любят тьму египетскую церковно-японский язык и любят требы корни традиции и не любят учить людей не любят образовывать кружки по изучению библии по святым отцам ничего тревожнее этого нет но это уже и не тенденция а закостенелая практика от греческих монахов и от киевских нор но патриарх об ни словечко не сказал потому что не видит этой беды и его самого нужно садить за парту библия ветхий завет книга пророка оси 4 глава 6 стих истреблен будет народ мой за недостаток ведения так как ты отверг ведение то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною и как ты забыл закон бога твоего то и я забуду детей твоих конец цитаты эти слова пророка именно православных за всю их историю слава здесь